Почему я так решил? Мне когда-то было очень плохо. И было настолько плохо, мне сделали химиотерапию, я находился в Виннице, вот так на шестом этаже, или на пятом я находился там возле завода Рошен, там в каком-то доме, я жил, снимал квартиру. И как раз Новый год был, такие новогодние праздники, я прошел химиотерапию, мне вкололи тогда метатриксат, доксирубицин, там, препарат, очередную, там, я не помню, она там девятая, десятая была, готовили уже к операции, должны были удалять там часть органов, мне потом их удалили. И в этот момент я подошел к окну, и все темное было, снег, речка, ну все темное. И видно, сахар поднялся, потому что начала хотеть пить, депрессия такая началась, мне было очень плохо, болел живот, ноги, вены, голова и так далее. И ничего не хотелось. Но пришла идея, что жить-то все равно хочется. Что все равно жить хочется. И жить хочется, и можно с чего-то выкарабкиваться. То есть для человека тогда был выбор, вот я его так воспринимаю, можно было закончить и махнуть рукой, а можно было ради чего-то прожить. И вот я нашел возможность сказать себе, что я еще хочу. Мне хочется и весну увидеть, и хочется, и знаете, плюсов было много, их просто до этого не замечал. А ведь мне было где жить, и у меня была одежда, и у меня были деньги на то, чтобы еду купить, и я не был голодный, и имел деньги, чтобы проходить дальше лечение, и имел стабильную работу, имел. Но не видел, мне казалось, что все абсолютно плохо. А вы знаете, что даже если очень плохо, то все равно надежда и все равно возможность того, что ты все равно еще один день проживешь, это великолепно. Правда это великолепно. Люди забыли, что такое жить. Люди забыли, что такое жить. Уже говорить о жизни счастливо, многие даже не понимают этого. Ищут какие-то цели, предназначения. Знаете, мне интересно, Леонардо да Винчи искал предназначения. Скорее всего, нет. Скорее всего, ему нравилось писать картины, он делал это медленно, но очень отрабатывая вновь и вновь каждый штрих. Знаете, когда-то у Шостаковича спросили, о нет-нет, у Бетховена спросили, как вы начали писать так прекрасно музыку? Это ваш талант? Он говорит, нет-нет, это никакой не талант. Я просто научился вовремя нажимать нужными пальцами нужные кнопки. А так вообще я обычный человек. Вот я хочу с этим согласиться. Потому что если вам нравится вязать, и вы будете каждый день тренироваться, вы будете вязать самые прекрасные какие-то изделия. В случае, если человек занимается математикой, и у него есть творческое начало, он сможет в дальнейшем развить, занимаясь этим постоянно, защитить там докторскую диссертацию, или сделать какие-либо открытия, так же и в физике, математике, музыке, и в чем угодно. Знаете, какое предназначение? Предназначение это упорная работа над чем-то. Упорная она работа, когда человек горит, когда человеку нравится, когда человек этим восхищается. Вот так у меня школа получилась. Меня вдохновляло, а в свое время заставило меня искать, вот почему я начал заниматься эзотерикой. Дело в том, что объяснения везения не существует. То есть объяснить, почему одному человеку везет, а другому человеку не везет, невозможно. Можно как бы определить, кому будет везти, используя там астрологический прогноз карты натальной, или там психологические какие-то концепции человека, наработки. Но все равно, знаете, из хорошей семьи может не везти, из плохой может везти, там счастливому может не везти, несчастному может везти. Ну и есть тотально везучие люди, есть невероятно везучие люди, и я это называю фортуна. Вот нет таких людей, которые бы сказали, что я не верю в то, что одному человеку везет, а другому человеку не везет. Объяснить это как-либо с позиции обычной человеческой или физической жизни невозможно. Я для себя решил, что вероятно это все находится не на поверхности видимой, и решил этот материал изучать. И в дальнейшем из этого всего сформировался целый ряд выводов. Он логический, диалектический, какой-то моральный, эстетический и так далее. То есть ряд выводов. И вот я начал думать, что везти-то может в деньгах, в любви, в здоровье, еще в чем-то. И это имеет свои отдельно персонифицированные такие индивидуальные выводы. То есть везет в деньгах, и это отличается от того, как везет в любви. Или везет в здоровье, и это отличается от первого и второго. То есть вот это все, это уже магические элементы. То есть объяснить это с позиции видимого или с позиции физических, психологических или математических идей невозможно. Даже исследуя это по принципу, допустим, энтропии возникновения упорядочивания. То есть очень большое количество всевозможных событий. И вот так объективно создать какую-то там математическую модель, ну по принципу хотя бы тех знаний, которые существуют на сегодняшний день невозможно. Поэтому я решил исследовать это с позиции эзотерической. И из этого всего выросла такая идея, то есть по идее, чему я обучаю в своей школе. Я обучаю тому, как быть более везучим человеком. И объясняю, как нужно изменить свое мировосприятие или мировоззрение, чтобы быть более везучим. Так, на первой ступени более везучим в деньгах. На второй более везучим в любви. На третьей более везучим в своих устремлениях. На четвертой найти в себе какие-то чувства, чтобы найти нового себя, как бы по-другому воспринимать себя в жизни. На пятой включить в себе творчество, энергию, чтобы не засыпать, а находить всегда. Осознавать себя, находить радость не только внутри своего тела, не только в физическом теле, а находить ее еще вне себя, находить свое сознание и вокруг сознания найти тот мир, который доставляет больше радости, чем еда и наркотики. То есть вот это основа или основная задача, которая была мной реализована в этих 210 часах моей информации, которую я называю семью ступенями.